Возвожу очи моих горам, откуда придет помощь моя. Именно здесь, на самой высокой точке города Сартовала в Карелии, это библейское обетование воплотилось в виде статуи ангела, как символа Божьего покрова и благоволения над всей Россией. Более 250 километров от Санкт-Петербурга, именно здесь, в этой Северной Республике, состоялось событие, которое открывает еще одну страницу в духовном возрождении нашей страны. Инициаторы проекта Дмитрий и Анна Поляковы являются пасторами Церкви «Союз христиан» в Санкт-Петербурге. Дмитрий Вячеславович возглавляет Ассоциацию христианских и евангельских церквей «Союз христиан». Они приезжают в Карелию на протяжении последних 17 лет с различными благотворительными и социальными акциями, поддерживая все доброе, что происходит здесь. Две даты – 13 и 14 сентября. Два города Лондон-Пох я и Сартовала, нераздельно связаны одним событием. И путь к этому событию начался более 2,5 лет тому назад, когда в моем сердце возникло желание поставить видимый знак на земле Божьего благоволения и любви к людям. И желание это возникло после того, когда я чудесным образом была исцелена от тяжелой болезни, можно сказать, смертельной. И исцеление это произошло благодаря молитвам многих верующих и благодаря врачам, которые как ангелы трудились над этим. И поэтому проект «Ангел-хранитель» родился в моем сердце как естественный отклик на то, что произошло со мной. И этот проект – это два ангела, две скульптуры, которые стоят с двух сторон нашей страны. Они направлены друг к другу, но их взоры обращены на землю, потому что действительно Бог благоволит к людям. И я верю, что эти ангелы будут именно символом того, что наши молитвы возносятся к небу, а с неба приходит Божья благодать для того, чтобы мы были наполнены Его любовью и Его присутствием. Потому что он сам сказал, что ангелам своим заповедуют охранять нас на всех путях. И вот в ознаменовании установки первого ангела мы решили в первую очередь вознести Богу славу. Лучшее место для того, чтобы поклониться Ему, мы не нашли, как именно кирха Якима в городе Лахден-Пухья. Безусловно, все-таки важно не забывать, что любое физическое осуществление каких-то перемен здесь на земле, оно прежде всего имеет место в духовном мире. И все-таки для нас важно, чтобы прежде всего мы в духе совершили правильные действия. Как, например, молитва и поклонение — это своего рода восстановление разрушенного алтаря. Это вот в стенах той кирхи, которая была в 1944 году разрушена, утратила свою функцию и перестала существовать как церковь, нам нужно было действительно восстановить это место в духе прежде всего, вернуть его к своему изначальному предназначению. Потому что восстановить стены физически — это еще пройдет время, но все начинается в духе. И поэтому вот это было, прежде всего, вот это событие, оно объединило верующих людей, тех, чье сердце было неравнодушно к этому, собраться для молитвы и поклонения. В минувшие выходные 13 сентября в городе Лахден-Пухья состоялся большой праздник веры. Мероприятие прошло в Якимской лютеранской кирхе. После долгих лет упадка и забвения в стенах этой церкви снова зазвучали молитвы и хвала Богу. Для пастора лютеранского прихода города Сартовала Александра Кузнецова это исторический момент. В церкви была проведена литургия, во время которой отец Александр и дьякон Анатолий Зайцев молились о Божьем благословении не только для этих мест, но и для всей России. Господи, Боже, Ты дал нам сегодня праздновать в храме Твоем торжество Твоей славы. Услышь молитвы Твоего народа и сделай так, чтобы он служил Тебе с чистым сердцем и обретал полноту Твоего искупления через Господа нашего и Иисуса Христа. Храм будет восстанавливаться и дальше. Когда-то после пожара эта церковь была заброшена, кругом был лес, но сегодня усилиями верующих и благодаря финансовой поддержке жителей этого города это место вновь обрело свой первоначальный статус. Получив однажды слово от Бога о том, что храмы будут восстановлены, сегодня отец Александр видит начало этого реального воплощения. Я чувствую особую благодать, особое Божье присутствие во всем этом, и поэтому для меня это очень важно, трепетно, что Бог подтверждает то, к чему нас призвал, то, что Он говорил, то, что обещал, оно исполняется. Вот, оказалось, что это просто мои мысли, казалось, что это просто, ну, что-то вычитал, что-то там, что-то сказал, что-то, но на самом деле в этом большее того, потому что я вижу в этом, ну, Божью руку. В сегодняшнем мероприятии некое открытие, на самом деле, объекта нашего кирхи в том виде, который он сегодня есть. В течение двух последних месяцев, июля-август, здесь велись активная работа по своду деревьев, планировке территории, внутри здания много работ провели. И это такое своеобразное небольшое открытие, я уверен, что ближе к вечеру, в 7-8 вечера, к самому концерту, жители города тоже подойдут, освободятся от работы и вместе с нами разделят нашу радость. Я познакомился с организаторами этой акции, где-то недели две-три назад, они мне рассказали идею всю, это о том, что ангел здесь, ангел там на другой стороне нашей страны великой. Идея просто сумасшедшая, классная, просто классная. Жалко, что не у нас, цели нашего города. Посмотрел фотографии уже с окончания работ, там мне видео сняли, как крылья приваривали, ну, тоже классно выглядит все. Идея классная, она как раз объединяет для нашей страны такая, когда сегодня нужно в определенных сложных ситуациях сплочаться и быть все вместе. И вот тут две стороны страны нашей большой, как определенное такое единение. Завидуем нашим соседям по-доброму, конечно. Надеюсь, что что-нибудь такое у нас придумаем в ближайшее время. Служение происходило под открытым небом, в котором приняли участие христианские музыкальные коллективы. Группа «Дружки», «Молоко и мед» и многие другие. Для города это стало большим и знаковым событием. ПЕСНЯ ПЕСНЯ Это мероприятие, которое дает надежду и которое исполняет надежды. Это мероприятие мечты, это мероприятие радости, это мероприятие того, что ангелы, они действительно нужны, они действительно так покрывать могут наши нужды и наши желания. И все, все, все. 11 сентября 2019 года все работы по установке арт-объекта в городе Сартовало на горе Куховуоре были завершены. Это произошло благодаря усилиям неравнодушных людей, а также помощи и поддержке властей, служителей и просто жителей города. ПЕСНЯ Христианская среда и символика христианская все равно должна нас побуждать задуматься о том, что есть нечто большее, чем мое тело, чем мои нужды, есть жизнь вечная и есть тот, кто действительно любит и заботится о нас. Я думаю, что вот этот символизм крайне важен для нас, чтобы обратить внимание всех жителей Карелии и жителей нашей страны, России, на то, что все-таки Бог, Бог есть Творец и Владыка. Для всех это событие стало своего рода началом исполнения пророчества, точкой отчета, когда вся страна соединится в единой хвале Господу. ПЕСНЯ Представьте себе, в 1889 году человек, не имеющий отношения к России, англичанин, который служил миссионером в Китае, вдруг увидел в видении потрясающие вещи. Вызвали Хадсон Тейлор, и он увидел, что из России придет одно из величайших пробуждений, которые только возможны. И это пробуждение будет катализатором общего, глобального пробуждения, после которого придет Господь Иисус Христос. Бог дал вот такому человеку картинку увидеть то, что Бог намерен сделать на этой земле. И желание моего сердца, я хочу это увидеть в реальности. И я думаю, что в нашем поколении это реально, это возможно. Среди тех, кто принимал участие в богослужении по случаю открытия скульптуры, были верующие из церквей Сартовала, а также Финляндии, Дальнего Востока, Санкт-Петербурга и других городов России. Служители делились словом Божьим и благодарили Бога за чудесную возможность быть частью этого события. Мы хотим, чтобы в нашей земле росло новое поколение, которое будет принимать Христа в свое сердце с малого детства и провозглашать в своей жизни божественный принц. Поэтому дай Бог, чтобы в каждом городе была традиция поставить этот знак к небу, для того, чтобы все люди могли преклонить свое колено перед нашим отцом. Я очень рад быть здесь сегодня. Мы приехали сюда с командой, получив приглашение от Анны и Дмитрия Поляковых. Мы верим, что это будет началом движения. Мы почувствовали Бога здесь. Для русских это прекрасная возможность молиться о всех народах, быть в единстве разумом и сердцем, в согласии молиться за эту страну. Пасторы и служители совершили молитвы и вознесли хвалу Господу на вершине горы Куховори у подножья монумента. Обратившись на восток, все единодушно благословили нашу страну Божьим благословением. Господь, это земля, на которую Ты нас поселил, поставил здесь. Господи, положил пределы нашего обитания. Господи, мы благословляем, мы посылаем благословение через все 11 часовых поясов, через все эти тысячи километров. Господи, от запада до востока пусть прокатится это благословение, пусть оно войдет в дома, пусть светом Твоим осветит все мрачные места во имя Иисуса Христа. Впереди еще много работы, но главное не останавливаться на достигнутом, ведь пробуждение начинается с каждого из нас. Первый ангел уже установлен в Сартовало, а второй ангел будет установлен на Дальнем Востоке в следующем году. И вот следующий год будет ознаменован тем, что волной молитвы и поклонения мы отправимся отсюда, из Санкт-Петербурга, на Дальний Восток. И хочется, чтобы все, кого влечет сердце, присоединялись молитвами к тому пробуждению, о котором действительно все мы молимся и которое все ожидаем. Наша страна огромная и она очень значима, как в географическом и политическом смысле, но более всего в духовном, потому что все-таки сколько препятствий в нашей истории к тому, чтобы действительно слава Божия наполнена нашу землю конкретную. И я верю, что нашему поколению выдалась удивительная и уникальная возможность после 70-летнего вот этого вавилонского пленения, в котором мы находились, в коммунистической, атеистической стране, сегодня вернуться опять к нашему предназначению, восстановить алтарь, именно место встречи с Богом, прочертить новую пророческую траекторию для нашей страны и возродиться вообще вот в нашем призвании, как народа Божьего. Поэтому сегодня, в общем-то, наша задача самая основная, наверное, вот говоря как раз об этом путешествии в следующем году, все-таки присмотреться друг к другу, увидеть вот это многообразие, вот эту мозаику, увидеть дары, которые Бог дал каждому из нас, оценить эти дары, принять их как дар Божий и услышать, что Дух говорит церквам, увидеть вообще, где мы находимся как церковь в призвании Божьем в нашем откровении и понимании дальнейших шагов. И я думаю, что хорошее начало — это действительно совместная молитва и поклонение, и пройтись такой волной по всей стране. Я верю, что Господь покажет следующие шаги. Но я думаю, что вот ангел сам по себе, он просто один из множества таких элементов, которые нам нужно просто найти, увидеть, принять, видя неоткровение и сопоставить в единую картину. Анна Федорова, Нина Пырьева, Новости ТБН, Карелия. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова